Что из себя представляют коллаборативные роботы? Фестиваль уличных культур в Урам-парке. Достижения теории гравитации, астрофизики и космологии. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Кузьмина. В Казанском федеральном университете прошел Всероссийский военно-патриотический диктант. Организаторами выступили Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Российское общество «Знания». В этом году на площадке КФУ собралось свыше 300 участников. В течение 60 минут им было необходимо ответить на 50 вопросов, которые включали в себя тестовые и закрытые вопросы, вопросы на соотнесение дат и событий, изображений и наименований, а также видео-вопросы. Ключевая цель мероприятия – расширение и углубление знаний о военной истории России, в великих русских полководцах и победоносных сражениях, о славе российского оружия и доблести русского воина, а также воспитание патриотизма у молодежи. Среди ребят, которым удастся набрать свыше 48 правильных ответов, будет разыграно пять путевок от организатора акции – учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Военно-патриотический диктант – это вторая ежегодная акция, всероссийская. Мы в марте этого года, мы – это Казанский федеральный университет, с «Авангард» заключили соглашение о сотрудничестве. Именно поэтому Казанский федеральный университет в этой акции принимает участие впервые в таком масштабе. Диктант направлен на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Здесь в зале сегодня присутствуют не только студенты нашего Казанского федерального университета, но и также юнармия и кадеты. В Институте физики Казанского федерального университета прошла шестая международная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения-2023». Программа школы составлена из лекций, посвященных актуальным вопросам теории гравитации, астрофизики и космологии. О том, как прошла конференция, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Институт физики Казанского федерального университета всегда ставил перед собой задачу обеспечивать актуальные информации не только студентов, но и молодых преподавателей, которые готовы внести в науку свой вклад. Так, международная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения» продолжает научно-образовательные традиции международной летней школы-семинара по современным проблемам теоретической и математической физики, которая проводилась на базе Казанского университета ежегодно, начиная с 1987 года. На сегодняшний день была проведена 21 школа. В 2014 году «Петровские чтения» продолжили свою работу в новом зимнем формате, в котором было проведено 4 конференции. История этой школы очень долгая, полное число, это уже 27-я школа, но начиная с 2014 года эта школа проходит в зимнем формате, то есть первые там школы проходили летом в лагере «Волга», и были очень длинные, это была такая смена трехнедельная. Сейчас это больше научная конференция, которая проходит компактно, но в течение недели, с понедельника до пятницы. И в этом формате это шестая школа-конференция. Задача школы-семинара «Петровские чтения» заключается в создании благоприятных условий для овладения современными методами научных исследований на мировом уровне, приобщения молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Программа школы-семинара включает лекции, пленарные и секционные доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизике и космологии, а также смежных областях теоретической и математической физики. Учебная программа «Петровских чтений» составлена из лекций ведущих ученых в области гравитации, астрофизики и космологии. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого его участники, включая молодых ученых, имеют возможность доложить результаты своих исследований. Я посчитаю, что у таких конференций всегда есть несколько задач. Такая многозадачность первая, но мы должны помнить те имена, которыми мы гордимся. Казанский университет гордится рядом имен, среди которых, конечно же, имя Петрова. И теория относительности гравитации, существующая в институте физики, продолжает эти традиции. И, конечно, необходимо, что называется, пиарить эту часть. И здесь есть что пиарить, и это номер два, потому что эта школа известна не только в Казани, не только в Поволжье, но и во всем мире. Вплоть до 1 декабря 2023 года в рамках программы «Школы» будут проходить лекции, посвященные новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии. Для чтения лекций приглашены ведущие российские и зарубежные ученые. Параллельно со школой будет работать научный семинар, в рамках которого слушатели получат возможность представить результаты своих исследований. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Применение роботов в промышленности началось более полувека назад. Сегодня их используют как в производстве лекарств и медицинского оборудования, так и в создании машин, самолетов, военной техники. Наука не стоит на месте. Ежедневно ученые со всего мира создают уникальные технологии. Недавно Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета представил свою разработку коллаборативных роботов. Из чего они состоят, чем могут быть полезны и получится ли у них составить альтернативу человеческому труду. Роботы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их используют для создания техники, лекарств, бытовой электроники, а также они сильно упрощают жизнь человека в быту. Примечательно, что роботам доверяют доставку продуктов, управление и даже создание машин. На сегодняшний день перед учеными и разработчиками стоит важная задача – улучшить взаимодействие человека и робота, чтобы увеличить производство. В Институте искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Казанского федерального университета начали разработку коллаборативного робота, или сокращенно – кобота. Они подходят для выполнения разных задач – покраски, шлифовки, сварки. Сфера применения также широка. От оборона промышленного комплекса до производства медицинской техники и оборудования. Коботы – это такие типы роботов, которые взаимодействуют непосредственно с человеком, то есть их, условно говоря, не программируют, а они работают согласно натуральным командам человека, то есть по голосу, по жестам, просто помогают им выполнять какие-то операции. И для них максимально важно задать корректные правила функционирования, ну, условно говоря, чтобы людям они не повредили. Но что они являются гораздо более эффективными в тех случаях, когда идет не массовая, например, конвейерная сборка, а когда рассматривается экономика, ну, как сейчас, индивидуальных изделий. Ну, сейчас, условно говоря, даже каждый автомобиль индивидуальный. И сейчас они начинают все более и более встраиваться именно в жизнь современных предприятий, в самые различные изделия. И по ним вот сейчас вот начался практически взрывной рост публикаций, ну, и мы, так сказать, ну, вовремя ухватили возможность, ну, действительно, сделать значительный вклад в эту область. Разработан прототип Кобота. Корпус для него создали на 3D-принтере. Как заявляют создатели, в последующих версиях будут использоваться голосовые команды и жесты рук, чтобы управлять коллаборативным роботом. Уникальность данной модели в том, что она может ходить по стенам и потолку. Это стало возможным благодаря присоскам и гидравлическому насосу, который выкачивает воздух из присоски, тем самым позволяя роботу мобильно перемещаться по разным поверхностям. Нашей съемочной группе одной из первых показали коллаборативного робота в действии. Мы разрабатываем именно Коботов индустриального назначения, то есть это малые машины, ну, малого размера, они весом до 100 кг, которые перемещаются, именно перемещаются, мы разрабатываем именно мобильные Коботы, по различным поверхностям, в опытных цехах, в экспериментальных цехах, на различных, ну, откровенно говоря, захламленных площадках, так, где мало рабочих мест, и они могут закрепляться и работать как на горизонтальных поверхностях, так и на наклонных, так и даже вертикальных поверхностях в ряде случаев. А операции, какие они выполняют, ну, в общем, те же самые операции, что и мастера, и работники на любых производствах, то есть это практически все, начиная от сборки, покраски, клепки, зимковки, стверли, сыровки, то есть вот, ну, собственно говоря, вот такая... В чем еще вот... То есть, понимаете, эти роботы, они выступают как именно помощники специалистов людей. Не стоит забывать, что это только ранний прототип. Команда высококлассных специалистов трудится над улучшением моделей и доработками. Модифицируют способы закрепления на разных поверхностях, разрабатывают алгоритмы походки и многое другое. Планируется, что в 2024 году будет создан полноценный образец для работы, а в 2025 начнется сборка и демонстрация коботов на промышленных предприятиях. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Тимур Ахметов, Александр Кузнецов. Универ Новости. Уличная культура и экстремальные виды спорта в России набирают все большую популярность и активно развиваются. За последние несколько лет в Казани было создано множество площадок для детей и подростков, на которых практиковаться стало безопасно и интересно. Одна из таких – экстрим-парк Урам. Скоро новички и профессионалы смогут продемонстрировать свои таланты и результаты активной работы над собой. Ведь уже в субботу, 2 декабря, пройдет детский фестиваль уличных культур. 2 декабря на территории экстрим-парка Урам пройдет молодежный фестиваль уличных культур, который позволит детям и подросткам в возрасте от 6 до 20 лет, только начавшим заниматься экстремальными видами спорта, проявить себя и показать отработанные на тренировках навыки. Среди представленных на конкурсе направлений – скейтбординг, самокатный роликовый спорт, BMX, а также паркур и танцы. Для каждого желающего посоревноваться в одном из этих видов спорта будет организована секция. В завершение компетентные жюри по достоинству оценят участников. Это детский фестиваль уличной культуры. У нас на протяжении двух месяцев проходили различные мастер-классы для ребят, для тех, кто только впервые знакомится с экстремальными видами спорта и современного творчества. Мы собрали около 500 уже участников, и сейчас, 2 декабря, у нас предстоит финальный фестиваль, в рамках которого ребята покажут все, чему они научились. И этот проект проходит при поддержке «Движения первых». Мы выиграли грант, и вот благодаря этому гранту реализуем данный проект и привлекаем тем самым в наше сообщество не только молодежь, но также и подростков, и детей. Техника экстремальных видов спорта намного сложнее, чем кажется большинству. Например, одним из основных направлений в экстриме считается паркур. Он имеет свою специфику, так что на первый взгляд элементарные трюки на самом деле скрывают за собой годы упорных тренировок. Для этого спортивного направления необходимо развитие акробатических навыков, которые позволят выполнить элементы правильно и получить высший балл на соревновании. Это касается и других видов экстрим-спорта. В скейтбординге, например, могут снять балл за неправильную постановку стопы на доску. Паркур, как вид спорта, в нем есть несколько категорий, так сказать. Это фристайл, фриран, есть скиллз, где определяются навыки, это относительно недавно зародился, и есть спидран, это просто пробежать трассу на время. У нас будет в детской категории это скиллз для тех, кто помладше, там без особой акробатики, потому что те, кто помладше, они не очень владеют своим телом, поэтому им сложно с акробатикой. У них будет скиллз, то есть там ставятся какие-то задачи, задания отдельные, какие-то такие связки не очень сложные. Участие в фестивале абсолютно бесплатное. Главное не бояться, ведь соревнования проводятся для любителей. А это значит, что сражение за первенство будет проходить на равных. Состязания организуются в рамках крупного проекта, где для детей и подростков сначала проводили мастер-классы, на которых обучали азам и тонкостям культуры уличного спорта. Генеральным партнером выступает молодежное движение «Движение первых». Валерия Карташова, Аделя Файзулина, Универ Новости. В рамках соглашения Казанского федерального университета и Китайского нефтяного университета юридический факультет совместно с подготовительным факультетом реализовал программу дополнительного образования для магистрантов из Китайской Народной Республики. В течение семи месяцев ребята обучались на английском и русском языках. По завершении студенты получили сертификаты о прохождении курса обучения. 24 ноября в главном здании Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение документов об окончании дополнительной программы «Европейское и международное бизнес-право, энергетическое право и политика» для магистров Китайского нефтяного университета. По словам проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, такого рода сотрудничество укрепляет партнерские отношения с Китаем и дает возможность иностранным студентам обучаться на востребованном направлении. «Чем примечательна эта программа? Тем, что она впервые реализуется юридическим факультетом. То есть мы впервые предлагаем такую часть гуманитарную программу, но в то же время она связана с энергетическим правом. То есть это пример, когда один институт начинает эту работу, это Китайский нефтяный университет из города Циндао, но там появляется интерес к продолжению уже в другой сфере. И эта сфера как раз связана с правовым регулированием энергетической сферы в России. Вы знаете, сегодня активно развиваются отношения между Россией и Китаем, в том числе в сфере энергетики. Большой объем ресурсов сегодня из России приходит в Китай, и необходимы специалисты, которые разбираются в российском правовом регулировании этой сферы». На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!